Вчера, 21 марта 2017 года, состоялось муниципальное собрание депутатов городского округа, зато светлые. И началось оно в 16 часов, там было пару вопросов, и где-то в 18.15 произошла критическая ситуация, назовем ее потасовка. Что этому предшествовало? Дело в том, что перед первым муниципальным собранием группа депутатов, а их конкретно двое, преследуя какой-то свой умысел, внесли совместно с работниками администрации, зато светлые, в регламент муниципального собрания изменения, по моему мнению, противоречившие действующему законодательству и в дальнейшем способствующие нарушению нормативно-правых актов, принятых и принимаемых на последующих заседаниях муниципального собрания. Так вот, если возвратиться к муниципальному собранию, о котором я говорил 21 марта, я, как один из участников признания незаконности различных на нормативно-правых актах, принятых на нашем муниципальном собрании, озвучил, что благодаря совместной работе депутатов и надзорных органов, удалось опротестовать решение о приватизации муниципальных предприятий городского округа, зато светлых, светлые, таких как пекарня, рынок, парикмахерская, парикмахерская, и еще, это долгая политикация, и еще многих нормативно-правовых актов, которые признаны незаконными, противоречащими действующему законодательству Саранской области и законов Российской Федерации. Но, к сожалению, те ребята, которые под себя делали регламент, они, продолжая нарушать, решили даже не озвучивать эти протесты, которые вносятся со стороны прокуратуры на заседание муниципального собрания, невзирая на конкретную рекомендацию прокуратуры, что обязательно рассмотреть внесенные протесты со стороны районной прокуратуры на ближайшем муниципальном собрании. Естественно, у этой группы депутатов, которые преследуют свои личные интересы, мое предложение о рассмотрении протестов вызвало раздражение, и, как следствие, депутат Егоров Владимир Александрович на мой вопрос о его работе неожиданно в процессе муниципального собрания вскочил, а так как он является одним из инициаторов внесения в регламент такой поправки, как удаление депутата с зала, видимо, решил это все осуществить. Он бывший командир полка, и вот он оказывал на меня физическое воздействие, нанес мне травмы и выталкивал, оказывая физическое воздействие, из зала. Даже кинул стулом. Да, даже кинул стулом. Я, естественно, сопротивления не оказывал, и вот эта критическая ситуация требует объективного расследования.